Будем в гостях справжний человек, такий, как он, женщин не ображают. Они их защищают, кохают и правильно делают в этом жизни все. Встречайте, это Денис Нінін и его друзья. Представьте своих друзей. Это Ваня Козачок, представитель Киевской области, нашего направления, нашего движения, стрит-ворка Украины. Это наш идейный вдохновитель Владимир Вальвиненко. Вы с детства спортом захопливались. Как у Вас вызвала такая потрясающая, гениальная идея? Ну, на самом деле, наверное, как все в детстве занимался спортом. Занимался в школе олимпийских резервов, но не профессионально. Занимался легкой атлетикой, прыжками на шестах, немножечко когда-то плаванием. Ну, в принципе, все пробовал, все направления, все разные виды спорта. Но потом, как опять же таки повторюсь, вся молодежь когда-то пробует и пить, и курить. Конечно же, все это прошел, потому что все-таки раньше было модно, знаете, как еще в 90-е годы, влияние старших подростков, да, мы пытались подражать им. Вот именно с этого все началось. А сейчас курите? Нет, конечно. И навіть на Новый Рек ничего? Не пью, не курю даже по праздникам. Да, на самом деле, я скажу больше, на самом деле это иллюзия, когда думают, что на праздник можно веселиться только под алкоголь. Это иллюзия и самообман. Можно научиться, можно привыкнуть. И на самом деле гораздо веселее проводить время в веселой компании своих друзей, когда вы не курите, не пьете, тем более не употребляете наркотики. А сейчас много кто... А что же тогда делать? То есть люди... Девочки спрятают. Давайте сейчас поднимемся. Про вас сюжет на экране. Атлета Дениса Ниніна називают физруком с Ютьюба, через то, что его спортивные права подавилася в шаленную кількість людей у социальных мережах. Речь о том, что хлопец из Днепропетровска не просто завзятий спортсмен. Він – основник нового молодежного руху – стритворкаут, тобто вуличные тренивания. Своим прикладом Денис показывает – вправы на турниках краще за курение чепоядоку. Начинал я с того, что просто выходил на площадку и один занимался на ней. Видел одну и ту же картину, когда выходил на улицу. Это молодежь, которая курит, пьет, на игровых автоматах занимается. И захотелось что-то поменять. Но для того, чтобы поменять, в первую очередь нужно начать с себя. Для того, чтобы дать им мотивацию и подать пример. Начинал заниматься, привлекать молодежь. Ходил по школам, ходил по университетам. Звал ребят, привлекал. Но опять же таки, куда их привлекать? Площадок нет у нас в Украине. Просить правительства, чиновников – это бесполезно. И пришел к тому, что начал сам за свои деньги установить площадки. Могутный Денис пропагуя здоровый способ жизни уже больше 12 лет. И не умирается, что когда он был хворобен. В плане болезней, да, были проблемы. Было много болезней. И расскажу даже больше. Некоторые врачи говорили, что все, ставили на мне крест. Говорили, что было еще много проблем. И было даже пару случаев, когда говорили, что все. Само тогда Денис понимал, что кроме него самого не поможет никто. Первое, что спало на думку, взяться за свою культуру харчувания. Адже известная человек – это то, что она ест. Я еще с 11 лет писал кулинарную книгу. Моя мама была еще очень удивлена, потому что в 11 лет не каждый ребенок уже составляет свои какие-то программы по питанию. В дворах я стараюсь делать сам, а либо покупать домашние. В проверенных местах приплинные яйца, режем поделаю сам, простоквашу, кефир, закваски. Все это я сам занимаюсь этим. Другим этапом для меня настав пошук однодумцев, таких, как он сам, мривников, активистов, что прагнуть изменить на краще себе и на околочный свет. Год назад познакомился с Денисом, пришел сюда сдать норматив на футболку. Адитируем, говорим, что это лучше, показываем своим примером. Пытаемся завлекаться большим народом. Объясняем, что курение, потребление алкоголя, это плохо, это нормально, лучше заниматься спортом и развивать свое тело. Люди потом его благодарят. Тут мне пишут, что спасибо, а благодаря вашему мужу я начал заниматься, я бросил пить, курить там. То есть удача идет в этом плане, моральная. Волочный спортивный рух уже давно существует в большинстве стран Европы и США. А ныне, благодаря таким подвижникам, как Денис, он быстро поширяется и среди украинской молодежи. Отбора у нас нет, опять же таки, это полная свобода. Но у нас тренируются ребята с 5 лет и до 60. Стяжение набирает очень больших оборотов. Настолько популярное это направление движения, что уже многие говорят, да, надо включать его официальным видом спорта, делать федерации какие-то. И в поводу того, что дальше на Олимпиаду водитель. Начинал я один, и спустя вот столько лет нас только в Днепропетровске уже больше 2,5 тысяч человек по Украине, по неофициальным данным, 50-60 тысяч человек. Но прогнозы у нас до конца 2019 года выйти на цифру 150 тысяч человек в Украине. Денис верит, что колись его захопление изменит свет, адже воно вчить на головнейшого прагнути самовдосконалення и быть открытым для новых возможностей. Сьогодні молодь, насколько я понимаю, они любят пассивный отдых. То есть компьютер сейчас вообще просто съедает весь час. У вас выстача, вы скажете, что вы прикидаетесь о 5-й године ранку, потому что людина сама робит такие продукты, как кефир, там, ряженку и так далее. Татьяна Васильевна, а дело в том, что по сюжету, я даже могу сказать, что происходит. Он делает все продукты сам, съедает ночью до 5-ти утра под одеялом, потому что он трижды появлялся на фоне пустого холодильника. Так я думаю, так вот вам и занятия. Вы понимаете, это стереотип восприятия здорового способа життя и лейные бревна. Так он себя являет здоровый способ життя. Так, вас понимали. А теперь я хочу спросить у вас, ребята, вы как пришли к этому? Я достаточно недавно знакомый с Денисом, где-то близко года. Мне, скажем, вразило такое явление, которое, я уверен, что вы каждый, как вы ходите по улице, тоже видите. Багато есть у нас беляшки всяких мафи, там цигарки, алкоголь. Ну, может, там не сильно близко, но, на самом деле, достаточно, чтобы можно было это все. Ну, значит, они продают, но, с другой стороны, не так много этих молодых людей есть на турниках. Главная, скажем, мета, которая на сегодняшний день такая операционная, техническая, это чтобы улица такой здоровый способ життя был модным. А диапазон века от тех людей, которые пришли за вами? О, это очень разница. От 2-го, 3-го, 4-го класса, и даже есть знакомый, которым 75 лет, и 82 лет, и он... Наши ВИПы еще придатнее для этого? Нет, нет. На реченьки, действительно, это так. Я хочу сказать, что я сейчас так глянул, боковым таким зрением на наших ВИПов, представил себе эту колбаску, висящую по турнику. Я хочу сказать об одной вещи. На самом деле, все новое, это хорошо забытое и старое. Я вырос в Киеве на Подоле, ребята. И еще в прошлом столетии, да, было очень просто все. На самом деле, то, что вы рассказываете, было и у нас во дворе. Это нашли кусок трубы ржавой, вот, ее зачистили, сделали из нее турничок, покрасили там, да. И я помню, как мы все пацаны выходили, и это было нормально. Это, это... Вы знаете, я хочу сказать, что это замечательный вид спорта. Это вид спорта небогатых людей, который себе может позволить любой человек. Потому что, как только мы себе представляем культуру тела, мы сразу видим какой-то дорогой спортивный клуб, тренажеры там и так далее, да. А на самом деле, вам... Все мы так зипсованы не останним часом. А действительно, были спортивные майданчики, были футбольные поляна, пустыра. Конечно, конечно. Поэтому вам честь и хвала. Единственное, я сейчас с государственной точки зрения, если они перестанут, вся молодежь перестанет пить и курить, мы подольем экономику... Слава Богу, Боже. Слава Богу. Наша экономика вытремается. Таких детей будет больше. Слава Богу. Слава Богу. У меня тоже пару подарков есть. Значит, во-первых, во-первых, поскольку у вас маленькие детки, и вы идейный вдохновитель, это вам? Я вам должен сказать, что я так и понял, что вы идейный вдохновитель, когда вы сюда пришли. Они-то все в спортивной форме. А вы руководитель такой. Это вам, поскольку вы составляли свою книгу рецептов, да, то я думаю, что это замечательно. Ну а мы встречаем группу «Призрак оперы». 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 Дорогие друзья, и конечно всегда по традиции в конце нашей программы мы напоминаем о тех историях, которые сегодня прозвучали у нас. Не забывайте о том, что некоторые наши герои требуют вашей помощи и вашего участия. Откликайтесь, не будьте равнодушны. Не ссылайте историю из вашего жизни до программы вера, надея, любов1.tv.com.ua, адреса и телефоны на экране. Мы рады будем снова увидеть вас на Первом национальном за тиждень. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин